Всем привет! Начинаем серию лекций о здоровье. В первую очередь поговорим о здоровье желудочно-кишечного тракта. Это очень важно. И эта информация поможет также тем, кто не может похудеть, мучается на разных диетах от изжоги, вздутия, тяжести или пищевой непереносимости. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И в этом видео 5 вредных советов и мифов из кабинета гастроэнтеролога. Миф номер один. Изжога – это высокая кислотность, и ее обязательно нужно снижать. Миф номер два. Чтобы вылечить сибр и дисбактериоз кишечника, пейте кефир или аптечные пробиотики. Миф номер три. Если у вас камни, ни в коем случае не ешьте жирное и сразу идите на удаление желчного пузыря. Миф номер четыре. Удалим желчный, и проблема с камнями решится раз и навсегда. Миф номер пять. Хеликобактер обязательно нужно лечить, иначе язва и рак. Напишите в комментариях, с какими из этих утверждений вы встречались, а дальше я расскажу, что же происходит на самом деле. Итак, если у вас изжога, у вас повышенная кислотность и ее надо снижать, так говорят нам гастроэнтерологи. На самом деле изжога в большинстве случаев это симптом пониженной кислотности. Значит, кислоты не хватает и клапан не плотно смыкается. Наоборот, надо повышать кислотность желудочного сока. Также частая изжога возникает из-за повышенного газообразования в кишечнике. Газы как бы давят снизу на желудок и происходит заброс содержимого в пищевод. И это корректируется диетой. То есть надо убрать углеводы из рациона, такие как белый хлеб, картофель, фрукты и все продукты, которые вызывают вздутие лично у вас. Отследить это можно по пищевому дневнику. Разберем миф номер два. Беспокоит, если вздутие, нам говорят, значит у вас дисбиоз кишечника. Налегайте на йогурт, кефир или на аптечные добавки для микрофлоры. Что же происходит на самом деле? Нарушение микрофлоры кишечника невозможно вылечить просто приемом пробиотиков. Это только ухудшит ситуацию. Сначала необходимо удалить часть патогенной флоры из кишечника, а затем заселять уже хорошими бактериями. Миф номер три. У вас, если есть камни в желчном пузыре, значит вам нельзя есть жирное. А лучше сразу идите к хирургу на операцию по удалению пузыря. Что же происходит на самом деле? Жирная пища наоборот способствует опорожнению желчного пузыря. А рацион лишенный жиров наоборот ведет к застою желчи, к сгущению желчи и к дальнейшему камнеобразованию. Не каждый пузырь с камнями нужно срочно удалять. С густой желчью с камнями можно и нужно работать. Желчаток можно улучшить, а камни можно растворить. Удалять пузырь нужно только, если он забит камнями и утратил способность сокращаться. То есть, если он совсем не реагирует на жирное. Это проверяется на специальном УЗИ, называется УЗИ с пробным завтраком. Если есть камни, но пузырь реагирует на жир, сокращается, то его можно оставить, и за него можно побороться. Да, это не будет очень быстро, но это гораздо лучше, чем лишиться такого важного органа пищеварения. Четвертый миф тоже про желчный пузырь. Удалим желчный пузырь, и проблема с камнями решится раз и навсегда. На самом деле, если у вас были камни в желчном пузыре, то после того, как вы его удалили, проблема не решится. Желчь, она все такая же густая и некачественная, и камни будут образовываться в печеночных или в желчных протоках. А дополнительно вы приобретете массу проблем с пищеварением. Это неконтролируемый выброс желчи, неустойчивый стул, ухудшение качества пищеварения, усиление вздутия и боли в кишечнике. Также кожа станет сухой, а волосы безжизненными, потому что желчь у нас отвечает за усвоение жирорастворимых витаминов. Поэтому боритесь за свой желчный пузырь. А если его уже лишились, то вам тоже необходимо улучшать качество желчи и принимать ферменты для помощи своему пищеварению, чтобы не допускать образования камней в протоках и пищеварение было полноценным. Следующий миф это хеликобактер. Если у вас положительный уриазный тест, значит у вас хеликобактер, и его необходимо срочно лечить антибиотиками и ингибиторами протонной помпы, иначе это очень опасно и может перерасти в рак. Что же происходит на самом деле? На самом деле хеликобактер это не злейшее зло. При нормальной кислотности хеликобактер не представляет опасности и не вызывает рак. А вот наоборот, такие лекарства, как АМЕС, НЕКСИУМ и другие ингибиторы протонной помпы, то есть то, что подавляет кислотность, они делают так, что хеликобактер разрастается и действительно становится причиной возникновения болей, эрозий, язв. И вместо того, чтобы снижать кислотность и лечить бактерию антибиотиками и ингибиторами протонной помпы, нужно заживить слизистую желудка и повысить кислотность желудочного сока. И тогда проблема хеликобактера не будет вас беспокоить. Восстановление желудочно-кишечного тракта – это всегда многоступенчатый процесс, потому что ЖКТ – это целая система. Это несколько связанных очень тесно между собой органов. И нельзя гнать желчь при воспаленной слизистой кишечнике. Так же, как нельзя решить проблему вздутия, просто добавлением пробиотиков. Если у вас на стенках желудка есть повреждения, то нельзя поднимать кислотность с помощью препаратов. Надо сначала стенку заживить, а хеликобактер требует обязательного лечения только в трех крайних случаях. Вот на курсе «Здоровье. Все в ваших руках» мы подробно изучаем все эти нюансы каждого заболевания, исходя из понимания организма как целостной системы, где у нас один орган влияет на здоровье другого. Если у вас есть проблемы с кишечником, с желчным пузырем, с печенью, с поджелудочной, вы уже сейчас можете заполнить анкету предварительной записи на программу. Ссылка на анкету в описании под видео и в закрепленном комментарии. Это вас ни к чему не обязывает, но вы гарантированно получите самые выгодные условия и приглашение на вводный вебинар перед началом курса. Подпишитесь на обновление канала, чтобы не пропустить новые интересные ролики. До встречи!